Пусть ваш шатер укроет от всех бед, пусть все ваши мысли и деяния будут полны света и доброты. Желаем не бояться трудностей, никогда не сдаваться, не останавливаться на полпути к мечте. Аминь. Кто принимает аминь, скажите. Я тоже сейчас чуть-чуть скажу про этот праздник, а потом у нас будет тема радость. Радуйтесь. Уже радуйтесь. Молодцы. Второзаконие 16, 13, 17. Праздник кущей совершай у себя семь дней, когда уберешь с гумна твоего и точила твоего, и веселись в праздник твой ты, и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и дова, которые в жилищах твоих. Семь дней празднуй Господу Богу твоему на месте, который сберет Господь Бог твой, чтобы призываемым было там имя Его. Ибо благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться. Я не буду дальше читать. Мы сосредоточимся на радости. Да? Видите обетование уже для нас? Еще раз. Ибо благословит тебя меня. Может, каждый себя связан. Господь, Бог твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться. Это вообще-то обещание. Это обещание не мое. Это обещание Бога. И вы можете прямо сейчас взять себе как благословение. И второе место Писания, Второзаконие, 16, 13, 15. Отмечай... А, нет, это тоже самое. Просто перевод другой. Отмечай праздник Шалашей, семь дней после того, как закончишь работы, на гумне своем и довильне, веселись на праздники, ты, сыновья твои, дочери, слуги, служанки, левиты, чужеземцы, сироты и вдовы, которые живут в городах твоих. Семь дней отмечай праздник Господу Богу твоему, на месте, который выберет тебя Господь. Ведь Господь, твой Бог, благословит тебя урожаем, а также во всех делах рук твоих, и ты будешь только радоваться. Ты будешь только радоваться. Может, я серьезно, сильно говорю, но ты будешь только радоваться. Извините. Левит 23, 4. Вот праздники Господни. Священное собрание, которое вы должны созывать в свое время. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилю, с 15 дня того же 7 месяца, праздник Кущей, семь дней Господу, в первый день священное собрание, никакой работы не работайте. Работы не работайте. Очень классное такое выражение. В течение 7 дней приносите жертву Господу. В 8 день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте. Опять, никакой работы не работайте. Уже два раза никакой работы не работайте. Это слово очень актуально для трудоголиков. Некоторые очень работают. Никакой работы не работайте. Никакой? Никакой. Вообще никакой. Вообще никого. Даже чуть-чуть. Даже чуть-чуть. Ну и то, что мы сейчас прочитали, и Слово Божие, то, что мы видим. Праздники Господни. Праздники Господни. Представляете, это... Ну, Он нам заповедовал, да? Но это Его праздники. Это Его праздники. И Он нас приглашает в Свои праздники. Представляете, насколько это чудесно всемогущий, всевышний Создатель. Он создал праздники. Он в них радуется и приглашает каждого из нас. Приходи. Приходи ко мне. Будем радоваться вместе. На самом деле, Он хочет радоваться с нами. И Он хочет, чтобы мы радовались. Аминь. И сейчас мы просто помолимся уже. Это уже была такая предыстория. Вступление. И сейчас будет тема. Господь, мы знаем, что Ты здесь. Потому что Твое Слово говорит, где двое или трое собраны во имя Твое, там Ты посреди них. И мы благословляем Тебя на этом месте. Мы благословляем Тебя среди нас. И мы благодарим Тебя за то, что Ты будешь сейчас действовать через каждого из нас и в каждом из нас очень сильно. Сегодня Ты будешь исцелять, освобождать, являть свою славу, свои чудеса. А кому-то будешь открываться, кому-то будешь говорить прямо в сердце, кого-то будешь исцелять. Это все Ты будешь показывать Твоему народу, нам, Твоим детям, Твоему народу, что Ты здесь, на этом месте, посреди нас. И Ты, Бог, живой. Аминь. Это такое еще напоминание для каждого из нас, да, потому что очень важно. Мы всегда все знаем, понимаем, и очень грамотные, и очень умные, и учителя особенно мудрые такие, и знаем, как наставлять. Ну, само понимание, да, то, что мы знаем, что Бог среди нас, то есть мы это знаем, ну, насколько мы это переживаем. Да, и я сейчас говорю не то, что мы должны все обязательно ощутить Его присутствие. Кому-то Бог открывается, кому-то Бог, как Ему кажется, что не открывается. Раз снов нету, значит, Ты, Бог, ко мне не говоришь, все, я на Тебя обиделся. На самом деле Бог открывается каждому. И сейчас Вы можете Его слышать через Меня, если захотите. И само проявление Его, да, оно может быть по-разному, но для каждого особенное, да. Поэтому я призываю к тому, что если кому-то там снятся сны или показываются видения, это вовсе не означает, что этот брат или сестра такая супердуховная, а вот у тебя этих переживаний нету. Есть. Только не надо зацикливаться на ком-то другом, да. Ищи свое. Бог с тобой разговаривает. Бог тебе сейчас проговорит, я тебя люблю. Достаточно тебе поверить в это или нет? Или тебе надо обязательно, чтобы облака разверзлись, голубь такой на тебя слетел, или чтобы какое-то знамение. Бог, дай мне знамение, что ты меня любишь. А достаточно тебе будет, что Он сейчас просто через Меня тебе говорит, я тебя люблю. Через Слово Божие будет тебе достаточно или нет? Уже, уже много. Но очень важно, что Он здесь. Очень важно, что Он здесь. Он здесь посреди нас. Это Он собирает нас. Это мы собираемся во имя Его. Это Он нас собирает. И это для нас праздник. Неважно, кто проповедует, кто играет. Ну я так, по большому счету, если мы сравним себя с тем, кто здесь присутствует. Он намного больше. Через левитов Он играет, и с каждого из нас поклоняется. Мы поклоняемся Ему тоже им. Я вам тайны открываю такие. Мы все делаем им, потому что всякое даяние доброе исходит от Него, в котором нет ни тени, ни перемены. Аминь. Мы все им. Мы даже дышим им. Я вам даже больше скажу, мы даже дышим им. И я скажу больше, что Он с нами все 24 часа в сутки. Поэтому здесь мы можем поклоняться, славить, но когда мы придем домой, включим телевизор или будем что-то готовить, Он от нас никуда не уходит. Он всегда с нами. Все 24 часа в сутки. Он всегда с нами. Всегда. Потому что написано, что мы им дышим и существуем. Аминь. Я очень часто буду молиться, если что, молиться вместе с вами, будем ходатайствовать, чтобы Бог еще больше каждому из нас открывался. Боже, я прошу Тебя, просто касайся. Касайся каждого. Потому что на это служение, на это общение пришли Твои дети, Боже, и наша церковь, и наша община, наша семья. Это Твоя семья, и мы все вместе. совершаем увлекательное путешествие в глубину Божьего Слова, в глубину Иисуса. Первое место будет филиппийцам 4.4. Радуйтесь всегда в Господе. Еще говорю, радуйтесь. Есть радость? Есть радость? У всех есть радость? Радуйтесь. Радуйтесь всегда в Господе. Всегда. Как это всегда? Это только на служении? Это 24 на 7. Как замечательно отвечаете, молодцы. То есть это постоянно. Постоянно, 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 радуйтесь. Да я перевожу. А может не я. Еще один перевод. Еще один перевод этого же послания, стиха. Радуйтесь постоянно, молитесь непрестанно, благодарите Бога в любых обстоятельствах. Бог хочет, чтобы вы именно так жили во Христе Иисусе. Аминь. Аминь, брат. Хорошо, у нас сегодня будет, так как у нас сегодня Суккот, мы празднуем праздник, и про Кущи тоже Сергей Михайлович упоминал, и праздник Кущей. Куща это такое место, почему праздник Суккот, я вот свою версию выдам вам. Почему праздник Суккот? У нас вчера как раз был эра в шаббат, вечерний домашняя группа, и мы там вчера обсуждали, Дух Святой очень сильно двигался, пророчества были, помазание было, присутствие Божье было, все было. Все было, и нам за это ничего не было. Шалаши. Это временное строение, да, и я думаю, что одна из намерений Бога, потому что почему Бог установил этот праздник, чтобы мы вспоминали, что мы вышли из рабства и вошли в землю обетованную, да, но был какой-то промежуток времени, где у нас своего ничего не было. И мы были на полном гос, как один пастырь говорит, я на гособеспечении, на полном Господнем обеспечении. Так и народ Божий был с того момента, как он вышел из рабства и вошел в Царствие Небесное, он был на полном Господнем обеспечении, хотя я думаю, что и дальше, и мы всегда, и сейчас, и в Египте, мы всегда на полном Господнем обеспечении. Но это то, чтобы мы помнили и вспоминали, что наша жизнь, вот этот промежуток, который есть на этой земле, он какой-то маленький и временный. По сравнению с вечностью, так это вообще может показаться просто мгновение, да, просто мгновение. И это мгновение мы можем полностью доверять, уповать и надеяться на Бога, да. Мы не можем себе построить какие-то фундаментальные такие основания, свое наше эго, свое наше я, свои жилища и уповать на свои жилища, уповать на свои силы, уповать на свой разум. Бесполезно, не получится, даже я скажу, даже больше не получится, да, потому что есть Слово Божие, которое говорит, надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум свой. Да, я понимаю, что и разум твой, он красивый, умный, аналитический, и ты все строишь, все предвидишь, все предсказываешь, все для своей жизни. Но тут надо надеяться на Бога, Бог предлагает нам лучшее, не надейся на свой разум, а надейся на него. И в Шалаше, в фильме есть Ушпизин, если кто не видел, может посмотреть, это как раз в празднике кущей. И вот в Шалаше принято принимать гостей, кормить их вкусно и рассказывать истории. Вот я сегодня буду вам, как мы сегодня, представьте себе, вот представьте себе видение для всех, общественное, общее видение для всех. Мы находимся в суке, такая большая сука, мы в ней находимся, и мы сегодня будем слушать истории. Ничего, что-то я так, может, сильно по-детски, легкомысленно как-то так рассказываю. Нормально? Будьте как дети, да, потому что мне Бог показал, что Он меня кормит, я как младенец, Он меня там кормит за папочку, за Иисуса, за Духа Святого. А ты как младенец вот это такой глотаешь, глотаешь, а бывает такой, попадется что-то кислое такой, и ты ничего не можешь руками сделать, еще маленький младенец, и ты пытаешься выплюнуть это. Зато молочко, зато молочко, если кто наблюдал, как дети сосут грудь и молоко, то там как моторчик такой. И так, пока не напьется, так хорошо ему, да, и оторваться не может, да, когда ты вообще отрываешь от груди, он еще реветь начинает, возмущаться. Давай, я еще не насыден. Так вот, пусть будет каждое слово, которое вы сейчас слышите, чтобы оно как молочко для младенца, которое ты так как насосом своим впитываешь в себя, наполняешься своими шумами. Первая история, это как раз выход из Египта, исход 14, 9, 18. Так, мне надо еще успеть, все тут, хорошо, успеем, все успеем. И погнали за ним египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли уже расположившееся у моря при Пи-Гаферофе перед Валцифоном. Фараон приблизился, и сыны Израиля оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, возопили сыны Израиля к Господу, и сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что ты это сделал с нами, выведя на нас из Египта? Не это ли самое, говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас? Пусть мы лучше работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Все услышали, да? Давайте теперь углубимся и посмотрим на себя. Возроптали, да, то, что мы прочитали, возроптали. И наш такой очень справедливый, правильный, мудрый ум прям их осуждает. Ух, как они нехорошо поступили, это так мягко. А это мы. А я сейчас вам покажу, что это мы, и что это наши души, что это наши тела. Как часто мы недовольны. Вот сейчас идет война. Обстоятельства. У кого-то есть работа, у кого-то есть работа постоянно, у кого-то не постоянно. Есть у нас в нашей жизни обстоятельства, которые нас огорчают. Есть? Кто-то плохо себя чувствует. Вот мы за сестру молились, заодно давление было, да? У кого-то, а у людей постарше давление может быть постоянно, да? Скакать. Оно иногда скачет. Бывают какие-то неприятные обстоятельства, что они нас удручают, огорчают. И мы, может быть, нам кажется, что мы не неробщим, но на самом деле мы, мягко говоря, высказываем свое недовольство. Не нравится. Что-то нам не нравится. Не нравится нам, потому что война идет. А если нам скажут еще, если бы я вам сказал, что, вы знаете, укрепитесь, потому что война будет еще идти четыре года. Я думаю, что, может, какие-то башмаки полетели в мой адрес. Не, что ты такое говоришь? До Нового года максимум и все. Достаточно. Это то, что мы хотим. Очень часто то, что мы хотим, и то, что с нами происходит, не совпадает. Как один там в одном фильме тост провозглашал, да, будут наши желания соответствовать нашим возможностям. Иногда наши возможности не совпадают с нашими желаниями. И нас это огорчает. Нас это ранит. Да, мы можем обижаться. Кто-то что-то просит у Бога. Кто-то что-то хочет получить. И написано в Слове Божьем, что надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце. И наше сердце, оно томится. Оно переживает. Есть такое, да? И такое бывает. На кого ты смотришь в этот момент? Вопрос тебе, да? На кого ты в этот момент смотришь? Я, мне, мое, для меня. Наш взор устремлен на нашу душу, на себя. Да? Бывает. Ну, может, у кого-то уже не бывает. Кто-то уже перешел в другой уровень. Такой очень, очень уже приближенный к Богу, что уже все. Хорошо, я думал, тут шутка будет. Хорошо. Может быть, мне не надо говорить шутка. Расслабьтесь. Расслабьтесь, все будет хорошо. Все будет замечательно. Мне сегодня Бог показал, что сегодня будет двигаться, и будет сегодня много исцелений. Вот, принимайте. Принимайте. Это мне Бог показал, а я вам говорю. Может быть, кто-то из вас найдется такой очень дерзновенный. И скажет, аминь, это для меня. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте, увидите спасение Господнее, которое Он сделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Господь будет поборать за вас, а вы нервничаете, а вы переживаете, а вы носитесь с угла в угол и не знаете, какому старшему служителю или какому брату или сестре позвонить. Подержи, брат, подержи меня в молитве, пожалуйста. А вы, так там висано или нет? А вы будьте спокойны. Вот сейчас вам говорю, будьте спокойны, пусть спокойствие, оно приходит, минуя ваш разум, который сейчас пытается расщепить это все на атомы, как это быть спокойным. Что ты, брат, тут такое рассказываешь, война, землетрясения, всякие преграды, а ты тут рассказываешь, будьте спокойны. Может, у тебя, брат, с головой что-то не в порядке, ну ладно, послушаем тебя. А вы будьте спокойны, не ваша война вообще. И эти обстоятельства, на что они показывают? Я задумался над этим словом и показал. Моисей пришел, сказал, вот я, идемте за мной, я веду вас в землю обетованную. И народ Божий поверил, потому что были чудеса. И народ Божий пошел за ним. И мы точно так же, когда покаялись, пошли за Богом, да, приняли Иисуса Христа в свое сердце и пошли за Ним. А теперь, если честно так подумать, а какая разница? Кто-то, может быть, уже настолько устал и у кого-то руки опустились. А какая разница? Я вышел с мира, там было расстройство, там были огорчения, там были негодования, гнев, раздражение, бедность, нищета. А куда я вошел? Где эта обетованная земля? Кто-то, может быть, до сих пор Богу задает вопрос, если он не боится искренних с Ним отношений и не боится задавать вопрос. Может быть, кто-то задает вопрос, куда ты меня привел? Народ Божий вообще возопил. Нормально. Пришел Моисей, сказал, ай да, я вас поведу в увлекательную экскурсию в Царствие Небесное. Вывел, а мы сейчас там дочитаем, я уже чуть-чуть вперед спешу. А там враги начали настигать их, да? Классная, а мы же уже прочитали, да? Прочитали, да? Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Откуда ты, Бог, нас вывел и куда ты нас ввел? Если это для меня вывод с Царствия этого земного и вход в Царствие Небесное, и если я точно так же мучаюсь, переживаю, волнуюсь, расстроенный, но радуюсь только одному, что я спасенный, наверное, и то не факт, наверное, спасенный, и, наверное, мое имя записано в книге жизни, ну я так себе, если мне там брат утешит или сестра, то ладно, соглашусь. Какая разница? Какая разница, какая существенная разница между тем, что было, и куда ты меня ввел? Слышите, да? Ну хорошо, избавил ты меня, исцелил там от каких-то болезней, какой-то болезни исцелил от курения, от алкоголя, аллилуйя, слава, хорошо, замечательно, и все. И что я теперь? Должен вот это все время ходить, только радоваться. Тут сейчас брат мне будет рассказывать, как мне надо радоваться постоянно еще и постоянно. Я буду радоваться из-за того, что ты только меня исцелил. Это провокация. Но бывают мысли такие приходят к каждому из нас, посещают, да? Какая же разница существенная между тем, где мы были, и куда нас Бог ввел? Кто может сказать, кроме того, что имена наши записаны в книге жизни, о которой мы желали друг друга на Йом-Кипур? Что еще? В чем разница? У нас что? Нет проблем? Нет разных ситуаций сложных? Мы не плачем, не умираем, и у нас все замечательно. Кто-то хочет возразить, что нет, все-таки поменялось, разница есть? Что-что? Аминь. Очень хорошая мысль, помощь. И Господь сказал Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилям, чтобы они шли. Проблема не в Боге. Проблема внутри нас. Мы вышли из мира, а в Царстве Божьем нам надо усилия какие-то употреблять, чтобы войти. Но на самом деле, это как быть сиротой, выйти с этого мира, там, где ты все время делал все сам, надеялся на свой разум, делал все своими усилиями, пробивался как мог, получалось, не получалось, у кого-то лучше получалось пробиваться, у кого-то нет, кто-то считал себя более талантливым, и кто-то нет. Вот этот Он один, как Личность, вышел и вошел, и если Он вошел и остался таким же, что я буду теперь все во имя Господа делать, я буду и то, я буду и это, я буду и служить, и молиться, и ходатайствовать, и все, если это будет сосредоточено на твоем Я, то ты останешься в том мире, в котором ты и был, останешься одиноким. Понимаете, да? Мы пришли в Царствие Небесное, мы пришли к Отцу, и теперь ты уже не один, ты уже не сирота, ты уже не вдова, ты уже не сам по себе, ты пришел к Отцу, и теперь ты все можешь в укрепляющем тебе Иисусе Христе, и теперь тебе не надо надеяться на свое Я, на свой разум, у тебя появилась огромная привилегия и Личность, к которой ты пришел, это Отец, на минуточку, Он еще и Создатель, и Господь всего. Работа у Него такая. Вас это радует? И мы пришли уже к Нему, и мы уже не свои, куплены драгоценной ценой крови Иисуса Христа, и мы уже Его, и мы уже обречены, обречены в хорошем смысле и на жизнь, и на вечность, и на счастье, аминь, и на исцеление, и на освобождение, и на радость, о которой мы сегодня говорим. Обречены уже все, у нас другого варианта нету. Ну, конечно, если ты хочешь помучиться, попариться в своих проблемах, нуждах, которых есть, у тебя всегда эта возможность есть. Ну, зачем? Зачем? Зачем сегодня переживать о завтрашнем дне? У кого-то сейчас мысли о завтрашнем дне, я тебя слушаю, все хорошо, но мне завтра надо решать такой-то вопрос, как это все решится, не знаю, надо вот этот вариант попробовать, вот этот вариант, а может быть вот этот. А может тебе просто сейчас успокоиться и начать радоваться, потому что Бог с тобой. Аминь. И сейчас уже своими словами перескажу эту историю, на время смотрю, чтобы успеть. И вот пришли они к Черному морю, ситуация для народа, куда они вообще пришли? Они пришли, вот представляете, Моисей говорит, идемте, я вас веду. А куда они вообще пришли? К морю. Ну, что это море? Это было море, да? А еще, когда узнали, что за ними гонятся, почему они начали роптать? Они же не просто пришли к морю посмотреть, какие красивые волны. Сейчас Моисей сказал, идемте, я сейчас вас отведу, покажу, за морем там уже наше. Сейчас мы экскурсию сделаем, сейчас посмотрим, как за морем красиво. Вот посмотрите, как оно красиво. Потом я уже, потом уже подойдут корабли, служение, Авенезер там, или какие служения, потом корабли поплывают. У вас у всех есть билетики с номерами кают, куда вас погрузят, все красиво, питание, все обеспечено. Да? И все такие, идем дружно к морю, приходим, корабли приплывают, все замечательно, нас служителя усаживают в каждую каюту, и мы садимся, пых-пых, дым идет, корабль плывет, и мы проплываем, смотрим в иллюминатор, как все красиво, аллилуйя. Но у кого-то мысли о том, что Бог вводит нас в землю обетованную, они же такие. Значит, это хорошо, это молоко и мед, это земля, где течет молоко и мед. Это будет просто супер-супер-супер-супер. Но есть маленький но, там великаны, когда они пришли к земле обетованной, откуда-то они взялись вообще, ни по расписанию, ни по нашему плану, ни по нашей задумке. Вот если бы их не было, вот было бы все красиво. Мы пришли, пошли с аглидатой, посмотрели, принесли эту гроздь винограда на палке большую, рекламу сделали такую, куда же мы входим. Но там великаны были, откуда они взялись, зачем, вообще как-то непонятно. И мы на это не рассчитывали. Мы не рассчитывали, что перед тем, как Бог нам сказал, что мы входим в землю обетованную, в Царствие Небесное, что враги не ополчатся, а не ополчатся на каждого из нас. Написано о враге, что он ходит, как рыковщий лев, еще кого поглотить. И не ополчатся, потому что они будут хотеть нас победить. И нас это может напугать. Это напугало народ Божий. Насколько напугало? Они пришли к берегу, никаких лодок, никаких плотов, никаких кораблей нету. А тут на них настигает фараон со своим войском. Нормальный расклад такой. Где эта земля, молоко и мед? Где эта обетованная земля? Куда ты нас вообще привел? Слышно, да? Куда ты нас вообще привел? А какой радости? А ты еще скажи, что сейчас надо радоваться, то мы сейчас тебя точно побьем. Какой радоваться? Спасаться надо. Кто плавание? Кто может плавать? Пласть. Плод кто-то взял с собой, кто-то брал с собой надавную лодку. А кто-то спрашивал, когда вы выводили тебя из Езипта, я извиняюсь, нельзя мне распорядок такой рассказать, а как это будет происходить? А как это будет происходить? Вот сегодня мы идем, завтра мы идем. Когда мы, можно поподробнее, когда будет время посадки на мой корабль, а как мы вообще, к Красному морю мы идем, а как мы его будем переходить? Извините, тут, но с нас не пловцы, совсем не пловцы, без разряда. Так подождите, мы еще на минуточку, мы же еще, там еще по твоему благоволению прихватили с собой кучу богатства еще нам дали. Мы-то еще поплывем. Ну как поплыть с этим золотом, которое... Алло, кто-то спрашивал так у Моисея? А ну объясни, пожалуйста, а куда мы идем? А с овечками, с этими валами, с овцами, со всем? Овцы плавать, я не знаю, умеют, не умеют, и валы, но мне кажется, далеко не заплывут. Так. О, забуйки, сто процентов, понимаете, да? И все такие дружно, аллилуйя, идем, куда мы идем? В Царствие Небесное, аллилуйя, пришли к Красному морю или к Черному морю, как точно говорит Писание. Тупик. Тупик. И сзади войска фараона. Тогда еще вертолетов не было, самолетов не было, дирижаблей шаров воздушных не было, чтобы нас всех погрузили и переправили. на что они тогда вообще могли надеяться? На Бога, да? То есть, это та ситуация, когда твой разум уже пасует, впадает в ступор, и ты уже сам ничего не можешь. Ты не можешь понадеяться на себя, ни на кого, а можешь просто надеяться на Бога. Это мы с вами такие умные и знаем исход, этот событий, да? Ну, для них, если бы мы прочувствовали себя на их месте, то для них это была просто уже реальность, угроза смерти, да? Потому что до этого в практике и у нас, в принципе, нету таких опытов, чтобы мы видели, как море Бог раздвигает для нас, да? Или как мы ходим по воде. И для них это была угроза смерти. Странно, там еще пишется так интересно, Господь говорит, что ты вопиешь ко мне? Там вообще написано, что Моисей молчал, а Бог ему говорит, что ты вопиешь ко мне? Это показывает нам, что Бог видит тебя всего полностью. И ты можешь молчать или не молчать, но Он внутренне тебя знает всего. И, наверное, там Моисей был в такая шкала волнения, ну, все, какая ответственность на него пригрузила, да, на его голову или на шею, или на спину. Вывел, оказывается, Божий народ, да, то есть он знал точно, что это ведет Бог, да, и тут привели перед тупик, даже не перед море, а привели перед стену, от которой они не знают, куда деться вообще, как это все пройти. А Бог сказал, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне. Сейчас тебе Бог говорит, не бойся, стой и увидишь спасение Господне. И мы знаем, какое спасение пришло, да? Все-таки Бог раздвинул, взял, Богу несложно раздвинуть твои обстоятельства. Если тебе кажется, что в твоей жизни наступил такой тупик, от которого уже невозможно избавиться, то это тебе только кажется, но Богу этот тупик развести несложно, разрушить несложно. Аминь. И явить тебе спасение. Будь спокоен. Второе местописание, Луки 8,49-56, история о начальнике синагоги. Когда он еще говорил, это приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, дочь твоя умерла, не утруждая учителя. Но Иисус услышал это, сказал, не бойся, только веруй, и спасена будет. Мы вторую уже историю выслушаем, да? То есть, вот какая ситуация была для начальника синагоги? Дочь его умерла от слова совсем. Не чуть-чуть прихворала, а полностью умерла. Иисус говорит вроде бы как странные какие-то слова свои, небесные. Не бойся, только веруй. И спасена будет. Опять тупик, опять приходит Бог, опять Бог говорит, не бойся, только веруй, и спасена будет. Наши обстоятельства или наши сложные ситуации, которые у нас есть, которые пытаются нас напугать, и начинаем мы бояться только потому, что мы чувствуем себя одинокими. Но это совсем по-другому все меняется, когда ты осознаешь, представляешь, провозглашаешь, что Иисус Он рядом. Он с тобой. Он в тебе. Он тебе все 24 часа в сутки. Ты не одинокий, а Он с тобой. Ну, нам надо, у нас еще чуть-чуть время есть, уже заканчивается, кстати. Ладно, хорошо, тогда быстро еще одно скажу. Еще одно местописание, мы скажем, Псалом 36, 4. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Еще один перевод. Хай Господь, будай роскиш твоя, и Вин вспомнить тоби твого сердца божанья. Еще один перевод. Радуйся Господу, и Он исполнит желание сердца твоего. Будь счастлив в Боге, Он исполнит желание сердца твоего. А один из святых, он такое толкование дал к этому слову. Знаешь, как наслаждаться Господом? Секреты, секреты раздаем. Знаешь, как наслаждаться Господом? Расмышляй об Нем, об Его совершенствах беспредельных, и ты получишь для себя величайшее наслаждение. Ни с чем не сравнимое. Наслаждайся им, любя Его, и Он исполнит желание сердца твоего, Он будет слушать тебя как друга, и ни в чем не откажет тебе. Аминь. Мы подводим итог к тому слову, которое я говорил. Что для нас радость, и что для нас утешение? Соединяйся с Богом. Проводи с Ним постоянно время вместе. Я сейчас не говорю о том, что мы должны с утра вставать и обязательно два часа молиться. И молитва – это вообще-то общение. И ночью мы должны молиться. Но если у тебя есть жажда, желание, и ты хочешь, у тебя Бог с тобой все 24 часа в сутки. Это твой выбор, это твое право знакомиться с Ним. Когда ты будешь с Ним знакомиться, какой Он всемогущий, какой Он славный, какой Он великий, тогда ты все больше и больше будешь радоваться им. Это не будет для тебя закон, что надо радоваться. Вот сказал радоваться, буду ржать. Все. Ты должен понимать, с кем ты ходишь, кому ты пришел, и кто твой Господин, и кто Он начальник жизни. Он вместе с тобой, и ты можешь Его познавать во всех делах рук своих, в каждом дне, в каждой ночи. Ты можешь все больше и больше знакомиться с Ним. Когда Он тебе будет открываться, а Он хочет тебе открываться, тогда ты будешь познавать, насколько Он любит тебя. Когда ты будешь познавать, насколько Он любит тебя, тогда ты все больше и больше будешь в Нем успокаиваться, Ним утешаться. Аминь. Давайте помолимся. Боже, мы просим Тебя. Вот мы сегодня приходим к Тебе, и мы просим Тебя. Открывайся каждому из нас. Открывайся каждому из нас, чтобы мы знали Тебя близко, чтобы мы не знали о Тебе со слов других, чтобы мы знали Тебя очень близко, знали, какой Ты прекрасный, знали, какой Ты славный. Мы знаем, какой Ты славный, мы хотим знать, какой Ты славный в нашей жизни, в нашей семье, в нашей общине, в нашей стране. Мы знаем, какой Ты всемогущий, мы хотим знать, какой Ты всемогущий в нашей жизни. Мы знаем, какой Ты великий, чудесный. Мы хотим знать, какой Ты великий, чудесный в нас самих. Открывайся каждому из нас, открывайся каждому из нас, чтобы мы познавали Тебя все больше и глубже. Помогай нам каждому из нас, давай нам жажду по Тебе. Даже жажда, которая внутри нас есть, это Тебя. И мы просим Тебя, даруй каждому из нас жажду, жаждать Тебя и разговаривать с Тобой, общаться с Тобой, проводить с Тобой больше времени. Не потому, что так надо для галочки, чтобы у нас это желание было, жажда нашего сердца. С каждым днем, с каждым общением узнавать Тебя, насколько Ты великий, насколько Ты чудесный, насколько Ты славный. Чтобы мы могли все больше, больше уповать на Тебя, надеяться на Тебя, познавать Тебя и видеть, какой Ты чудесный, какой Ты славный, какой Ты великий в наших жизнях. Мы хотим видеть Тебя, мы хотим общаться с Тобой, мы хотим слышать Тебя, мы хотим видеть видение, хотим видеть сны, хотим чувствовать Твое присутствие, Твое помазание, Твою славу, Твое величие. Мы хотим, 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 хотим тебя Мы хотим, хотим, хотим тебя И для нас важно, что мы вошли уже в Царство Небесное Для нас важно, что ты нас вел Но для нас важно, чтобы ты был с нами, чтобы мы чувствовали тебя Как Моисей сказал, если ты с нами не пойдешь, то и я не пойду Для нас важно, дай нам, чтобы для нас было важно Чтобы мы чувствовали тебя рядом Постоянно, 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 непрестанно Чтобы мы переживали Тебя в наших сердцах, в нашей душе, в нашем разуме, в наших мыслях. Соприкасались с Тобой постоянно, постоянно. Замечали Тебя, насколько Ты живой. Замечали Тебя, насколько Ты настоящий, чудесный, славный и великий. Как ангелы видят Тебя, какой Ты всемогущий, славный и великий. И так и мы хотим Тебя видеть уже здесь и сейчас. У нас время сейчас есть познавать Тебя. У нас есть время сейчас знакомиться с Тобой. У нас есть время сейчас дружить с Тобой, потому что Ты говоришь в Своем Слове, что Ты наш друг. Иисус, Ты наш друг, Ты не просто наш Бог и не просто наш Господь, Ты еще и наш друг. Меня это очень сильно и нас это восторгает очень сильно, что Ты можешь быть для нас другом. другом, который слушает нас, другом, который слышит нас, слышит Твоих друзей. И Он может, и Ты можешь назвать нас своими друзьями. И для нас это очень почетно и очень важно, что мы можем быть Твоими не просто детьми, но еще и друзьями. Прикасайся, Боже, к каждому из нас. Прикасайся, прикасайся. Пусть Твоя слава, пусть Твоя победа, она приходит в нашу жизнь. Пусть Твоя радость, радость Твоя, радость от Твоего престола, радость от Твоей победы, она раскрывается в наших жизнях, чтобы мы сегодня просто получили Твою радость. Радость Твоего присутствия, радость того, что Ты вместе с нами. И мы уже не одни, и нам не надо бороться с нашими трудностями и проблемами в одиночку. Мы молимся не одни, мы ходатайствуем не одни, мы проводим каждый день и каждую ночь не одни. Ты с нами, Ты с каждым из нас. Ты великий и могучий, всемогущий, славный Создатель и Творец. И с другой стороны, Ты с каждым из нас. Ты живешь в каждом из нас, Ты дышишь в каждом из нас. Открывайся, являйся, пророчествуй, говори то, что Ты хочешь говорить каждому из нас. Дай нам милость слышать Тебя, понимать Тебя, разуметь Тебя и влюбляться в Тебя с каждым днем, с каждой ночью, с каждым мгновением, все больше и больше, познавая Тебя. А Ты прекрасный, Ты чудесный, Ты славный, мы это знаем, но дай нам это переживать внутри себя. Дай нам это переживать внутри себя, насколько Ты могучий, насколько Ты великий, насколько Ты славный, насколько Ты прекрасный. Мы славим Тебя, Боже, и поклоняемся Тебе. Во имя Ишуа. Аминь.